Сказали, да, вы на вас повернили. Там были беседы, в чатах постоянно, каждый год. И вот у меня как бы родились определенные мысли, и захотелось вам разобраться, что это такое, как это делается, какой смысл вкладывается, как правильно сделать осквернение. По крайней мере, наполнить его смыслом каким-то, внутренним, хотя бы для себя, то, что ты делаешь, или персонаж делаешь. Можно начать с википедии определений, что есть что, и связаны несколько терминов. Осквернение — это вандализм, порча, или иное действие, оскорбляющее объекты поклонения, культы, или умерших и местах сохранения. Это отдельная вообще область сохранений. Это в том числе и законодательство. Как бы казалось, где культы, там, святыни, а где места сохранений — окей. Значит, они чем-то тем же самым являются. Дальше есть такое слово, как святодатство. Это именно оскорбление святыни. Есть кощунство понятия. Это вербальное обесценение или насмешки, оскорбительное отношение к святыне, или к чему-то очень дорогому, чувствительному для кого-то. Насколько я помню, где-то копался, что кощунство исторически использовалось как слово, обозначающее кражу церковной утвари на Руси. Там именно за кощунство наказывали именно за такое. Именно за кражу. Особое, тягчающее преступление. Хорошо. С понятиями вы или меня определились? Три понятия. Теперь в общем. Что же такое вот это вот оскорбление вообще? Самая такие верхняя сартосфера. На мой взгляд, это магия. Это все магия. Одним словом, все это позвать, это магия. Но это явно в рамках магического мышления, магического мировосприятия. То есть для человека символы и, скажем так, некие действия, казалось бы, не связанные с реальностью, связанные с реальностью напрямую и могут влиять в том числе на будущее и так далее. Делать комфорциональные восприятия имеет большее значение, чем рациональные. Отступим. Пару слов. Разбор магии. Все знают, что мы прочитали Фрейзера. Два самых типа магии. Это контактная, контагиозная, и семильная, это магиоподобие. Дальше его там развивали токарь. Вообще шесть видов магии еще. Контактная, инициальная магия, имитативная, контагиозная, отгоняющая, отмещающая. И катарсическая магия, очищающая. Ну, это уже дебри по магию. Применительно к оскорнению, то, что мы все видим, это действительно некие магические действия, которые влияют на тех людей, которые привязаны к этим предметам, объектам в плане культа. То есть кто-то что-то делает с этим местным предметом образом, и человек, если не считает, что это не магические действия, он все равно как бы триггерится на этом. То есть фактически они влияют либо напрямую, если в мире у нас магия является вполне себе рациональным, то есть имеющий отношение к реальности, имеющий отношение к действительности, либо это влияет через эмоции, через сознание. Это игры сознания, да. Человек может даже не верить никакую магию, но его это бьет по сознанию. Он не может осознать этот процесс магии. Что кто-то утушил сигареты в какое-то изображение, и человек оскорбился, и подал в суд, и человек в судим. В рамках игры мы имеем в виду, что это может... Нет, я говорю про жизнь. Про игру отдельно поговорим. О-о-о, мне нравится этот подход. Давайте поговорим о жизни, чтобы разобраться, что у нас в жизни такое, вот это заявление. Тогда мы сможем его моделировать на игре и правильно персонажа вести. В жизни осквернение это когда, скажем так, оно определяется тем, чей культ оскверняет. Потому что я могу абсолютно не иметь никакого желания что-то оскорблять или что-то вообще оскорблять, но тот, кто, я не знаю, в чей храм я вошел в обуви, или в чистой сообществе обуви, или к чему автору я повернулся заняться, сочтет, что оскорбление произошло, оскорбление произошло и так далее. Конечно, все очень эффективно. Условно, как красота в глазах смотрящего, так же как оскорбление в глазах оскорбляет. Бог по ругаем не бывает тоже в христианстве, да? Даже... Это в начальном христианстве Бог по ругаем не бывает. И у Рима классический Бог, скажем так, за святостатство наказания не было, потому что если Бог не может самоотносить за себя, то это не Бог. Я наглядно по соли принесу. Ага, поиграть. Что это такое? Это пепел, скорее всего. Пепел? Это прак человеческий. Возможно, да. Я не знаю. Нет. Красивное дерьмо. Ну, по виду это пепел. Пепел? По завту. Зала. Пепел, зала. Возможно, это прак, да. Как бы это не делает его менее пеплом, это набор минеральных веществ, скажем так. Пепел прак? С рациональной точки зрения, это пепел. С рациональной точки зрения, это пепел. С рациональной точки зрения, это химия, да? Углерод, там какие-то минералы, что-то такое. Это продукт. С рациональной точки зрения, сразу начинается как бы война в смысл. Или в каком случае это пепел вас осквернит? А это в том случае, если наши верования предполагают, что пепел вас оскверняет. Если мы в моем основе в Москве решили, что вас осквернят. Если просто пепел не оскверняет, не знаю, в такой религии, чтобы просто пепел кого-то осквернял. А скверняет, если есть пепла, смысловая связь, с чем он был до этого. Потому что сейчас это чистая химия. Ну, не скажешь, что это было раньше. Если это был бы сожженный человек, сразу говорю, что это из моей домашней печки. Рекет. Это я не про свои любимые бабушки вам что-то создаю. Да. Детички можно поместить для вас. Да, да. Пошли было. Можно по завещанию мне написало, что вот распылить на ком-коне. Раздавили векам. Без разницы. Между прочим, да, вот... Можно раздевесивно помазать кепла. Что-то пара человек. Очень много аспектов, манипуляций, начертаний. Да, да. Это я хотел перейти, что в том же Индии людей сжигают, прекрасно там вмазываются этим пестлом. Родственники счастливые. Это все свято, все замечательно. Да, для нас это дико ужасуется. Но еще пепельная сжига у католиков работа. Там началась степан, на тем не менее, с измахнули церей или... Я не специалист по всем религиям. Литература там Карабать, вот такая хобби детская немецкая. Карабать, да, я ее очень обожаю. Да, да, да. В общем, там вот это все вот такое перевернутое, христианское, перевернутое. То есть колдун учительная на лбах очень много. Да, много про магию, про... Так вот, например, в пепле мы видим, что тут работает магия контактная, чем пепел раньше имеет смысл, значение для осквернения. Сам по себе пепел не оскверняет. Ну и как только мы включили, подключили магическую звезду, магическую, мистическую составляющую. То она сразу как бы включается или не включается. Может для кого-то там, что это было, там, свинья саджина, там, харам-харам. И однозначно таким пеплом все плохо. Ну, включаем еще культурный контекст, потому что для кого-то пепел хорошо, для кого-то пепел плохо. Просто пепел, я не знаю, как пепел плохо. Ну, то есть, иначе. Просто топился, сожгли. Все не для кого, не плохо. Вода, применяемая во всяких религиях, тоже. Там ее заряжают, освещают, и потом она передается в эту благость, магию. Вода, по-моему, является святой фактически во всех религиях. То есть, индуизм, это там, священный кант и так далее, христианство, это, соответственно, крещение. Вода подскоронием мира. Вода совершенно необходимая штука для выживания человечества. Ну, сложно представить, что где это, для человека, сложно представить религию, в которой она была. Но подскоронием мира у нас связано много где. Да, но это по-прежнему религию плохо. Хорошо. Как бы, мы об этом поговорили, как пример магии, как она работает в религиях. Ближе к делу, пока время не прошло. Что я накопал, какие бывают типы оскорнения, или же, что является целью оскорнения. Мотивы оскорнения, оскорнение рознь. Я хотел так назвать семинар, но потом что слишком заумно. Первое. В порядке. Просто, когда приходил гол, не обязательно в порядке главенства. Оскорнение как захват. Как акция захвата. Чего-либо. Например, граффити бандитских группировок на стенах. Это можно назвать оскорнением. Было нормальный дом, красиво его там замазали. Это маркер захвата. Мы наша территория. Все, кто здесь будут конкурентом, мы их всех уничтожим. Скорее оскорнение чужого символа. То есть рисуем поверхность второй. Просто маркер. Даже на белой стене просто. Почему рисуют же граффити? Это воспринимается как осквернение только владельцами этого дома. Нет, почему? Стена была чистой. Стена была чистой. Я нарисовал граффити, я не сделал стену хуже, я сделал ее лучше. Мимо проходящий человек пойму, что она из самого скорости. Может быть, это не осквернение для тех, кто оскверняет. Вопрос для кого. Это вопрос зачем? Осквернение в глазах оскверняемого. Он оскверняется, а тот кто... А зачем он это делал? Может, он не имел... В половине случаев тот, кто воскверняет, он не ставит свою целью именно нанести смысловой удар по тому, кто воспримет восквернение. Иногда бывает так. Да, не во всех случаях. Не во всех случаях. Вот, по-моему. Не знаете, это как символический захват территории. Я имею право здесь это сделать. Значит, уже символически это моё. Да, дальше. Собачьи метки. То же самое. Тоже, опять же, метки поверх меток. То есть, моя территория, нет моя. Закрасил, да, там чешую метку. Погромы, футбольные болельщики в чужом городе. При этом крушили всё, отклинили, как бы захватили эту территорию. Передали бы месседж местным. Да. Дальше. Ну тут я, кстати, не уверен, что это именно захват территории, а не показания бессилия власти. Нет, в смысле, показания бессилия власти тех, кто не должен контролировать эту территорию. Но это один из, как бы, вариантов месседжа. Можно и так, вот. Можно и так такой месседж передать с помощью оскорнения. И исторически это захватчиков, когда захватывают там города, они оскорняли храмы, насиловали женщин, творили непотребство, именно как акт и силу захвата. Дальше. Оскорнение, как заявление о себе через отрицание или протест. Оскорнение, это как форма протеста. Политическая. Пусть и так. Они не стали своей целью там унизить, оскорбить именно конкретную религию. Кроме того, они так говорили, мне так кажется. А именно некой политический протест. Ну и протест, конечно, не кто же, ну как подтекст, что вот для вас, для всех это будет как разная проблема. Да. Потому что оскорение, это сильная магия. Оскорение, это сильная магия, которая дает эффект. Эффект, как бы, оружие-масло-поражение. Дальше. Панк-культура. В 80-х годах тоже протест. Тоже они всякие грязные, там, вонючие шипастые. Метание краски в здании посольств. А также помидор, кто хотите сидеть? Ну, это то, что. Важно именно, это действительно, такое пачкающее. Оскорение оскоряющее. А какие-то они только в плохого артиста, конечно. Тоже. Это отсюда же? Ну, а вы не протесты, что-то другое. Отрицание. Отрицание. Это акция отрицания. Я отрицаю ваш перформанс, он обесцениваю его, отрицаю его. Я не согласен с ним. Потом, в религиозных практиках, там, какие-то секты, там, например, обмазывают фекалиями, нечистотами, шиволиндом. Тот, у которого других, там, индуистов поклоняются, они обмазывают фекалии, потому как протестуют против этой брахманической традиции. Это вот у них так считается. Такой культ в секте. Такая практика. Всякое разное бывает. Дальше. Оскоренение как самоактуализация, самоутверждение. Адепт одного культа оскорняет святыню другого культа, чтобы актуализировать свое личное чувство, религиозное. Сила веры, близость, преданность к самому Богу. Это вот когда вот кто-то там, неофит, у него чешутся руки. Как бы показать свою преданность? Святей по-кулинского. Да, а вот сейчас пойду к конкурентам, там, побью стекло, и все поймут, как я хороший, не буду называть кто-нибудь, преданный такого-то Бога. Завоевание какого-то авторитета или самоутверждение. Это подростковое поведение. Пример. Подморожешь на голову. Тоже можно добить, крушить, чтобы самоутвердиться. И еще оскоренение как черная магия. Когда оскорняющие именно считают это именно магическим действием, магическим-магическим трутру. Это именно в этом все вуду. Это такая практика в... Нет, кстати, это можно вообще... Видите, как это для символизма? Практиках. Там любят они... Нет, ну это понятно. Просто это не обязательно именно конкретные магические действия. Просто из разряда я сейчас разрушу эту статуиерпию, у вас нахрен все разбанят. Да. Вопрос. То есть такое оскорнение, которое магия-магия, это получается, что я вот этим самым лишаю объект своего колдунства, его защиты там не украдутся. Это когда оскверняющий знает и считает, что он вредит... Что если я оскверню их магический алтарь, то ту группу людей, которые пополняются, постигнет несчастье, они заболеют, умрут, королу помрет. Магия через осквернение. То есть я не хочу осквернить смысл их религии, а я хочу нанести им конкретный вред магический. И это тогда у нас же получается архаичный такой подход. Когда нет бога, который бдит и знает, кто он на пах. Осквернение как черная магия. Я назвал это осквернение как черная магия. Так оно до сих пор существует... Это существует. С точки зрения здравого смысла, в принципе, осквернение это архаичный подход. Это магия. Осквернение, вождя, это вопрос магии, это все магия. Как сказать, скорее, поскольку в игре там нельзя запрограммировать, чтобы магически что-то случилось, чтобы на что-то поприняло. Очень даже можно правильно. Как раз в игре это можно. Как раз в игре это можно. Это символическое, физическое воплощение чего-то. Если это будет замечено, и это как-то взаимодействует с этим игровым социумом, тогда да, это состоится. Давайте про как на игре это все в конце. Еще разсудим. Мало осталось последнее. Осквернение как механизмы поддержания традиций общности, некой группы. Есть общность какая-то религиозная, и там есть куча пунктов. Просто радикален. Нет, сейчас объясню. Есть пункты, в том случае человек там скверняется. Даже он, хочешь не хочешь, он там сквернится как-то. Ну вот, например, период у женщин, сейчас оскоренен. Будем хоть какая-то благочестивая, она все равно будет оскоренена. Или там трупы животных, что-то такое. Кто-то должен этим заниматься, там зорка трупов, он будет оскоренен. Из-за этого не подойдется. Вот есть множество таких вот запретов или правил по оскоренению, что большая часть вот этой группы, она все равно осквернится. Рано или поздно она не денется. И она должна выполнить некие ритуалы очищения. И вот эта вот система осквернения, она работает на создание вот такой вот группы и поддержание традиций группы. Потому что если бы не было правила, что нужно очищаться, все бы просто забили бы на часть правил, и идеология бы немножко уже расползлась бы. А так повторение вот этих очищающих факторов, оно сплачивает идеологию, сплачивает группу. Точно то же самое, что все грешные. И надо постоянно прихать. Из-за этого они встречаются периодически. Но у нас иногда вделяется просто каст постоянно оскверненных, так сказать, которые уже формируют какие-то свои принципы. А в рамках одной религии они считаются, вот они постоянно возятся со скверны и так далее, но у себя они считают, что они и норм. И вот далее существует такая магия о том, что если в обществе теряются традиции, они перестают выполнять ритуалы очищения, то магия веры слабеет и будет им всякие несчастья. То есть народ прекратил поклоняться, и им там какие-то годы несчастий пророки обещали, так случилось. Это тоже магия, связанная с искорнением. На самом деле так и бывает. Потому что если этот механизм снимается, то общность начинает распадаться, если она построена на этих ритуалах или идеологии. Так, это вот все пункты как бы целей осквернения были мною подняты. Можем разобрать, хотите сказку, если кто видел в анонсе, я поставил иллюстрацию сказки руссконародной, Аленушка и братья Ивановка. Что там было? Там было сквернение, правда? Там была магия. Осквернение кому-чем? Так. И пока из лужица, и я свернулся тем самым? Я считаю, что да, это пример сквернения. И мы можем видеть... Не думал о том, о том печали. Конечно. А кто кого сквернил? Лужа Иванушку или Иванушка лужок? Не парушка козел. Как я считаю, я разбираю сказку. Это пластическая магия просто. Он там подобное притянул подобное и всё. Не, как сказать, нарушение запретов? Нарушение запретов, да. Нарушение запретов, это не ровно сквернение. Нарушение помимо. А что подобное притянул в данном случае? Копытца притянула то же мак, которое его оставило. Точно, да, он же копытца был. А почему внезапно ходит такая магия? Почему это он на команде работал? Может, не простой козел оставил этот след? Козелом, это интересно. Моё мнение, как бы, прям с другой стороны, что есть человек, он чист, это сакральное поле. Есть зверь, это символ сквернения и всего такого. Не чистое, не святое. Да, это символическое, смысловое привязка к нечистому. Отпечаток копытца. Оно, как бы, это семейное маниоподобие копытца, оно по маниоподобии к этому зверю магически связано. И не просто копытца увидел, и хоп, там, у тебя, молга. Прикоснуться надо по воле, быть, спить. Это магия кондивизационная. Вода привела в себя смысл козла, и передала этот смысл козла и ваншу, который... Через две, как бы, типа магии, произошло сквернение. Это как не ешь ничего в мире духов. Ну, типа того. Ну, там другое не нашло, да? Ну, то, что принять в себя, и это не против. Прошло с первого взгляда, как бы, дурацкая сказка. Какая-то копытца, он про это что-то... Как раз по форму размышления запрета, тогда... С точки зрения мифологии, все, все... Все там нормально, с точки зрения архаики, вообще, да. Ну, так вот можно как бы пытаться раскладывать такие сюжеты, на магическом сказке, по играм. В итоге я пришел к мнению, что не надо писать никаких формальных правил по сквернению в играх, потому что это все очень индивидуально. И с точки зрения, не надо. Надо, чтобы они вместе с мастером заранее проговорили всю эту смысловую цепочку и действий по сквернению, хотят в это поиграть, это исполнить. И второе, чтобы оно подействовало, оно должно действовать на кого-то. Вот этот кто-то должен тоже смысл весь распрыть для себя. Принять к сердцу это, что оно бывает. Ему не должно быть все равно, скажем так. Нет, нет, даже он хотя бы должен быть в курсе этого. А не так, что я пробрался темной ночью в чужой храм, что-то сделал, замел следы, выглядит точно так же на утро. Но мастер приходит, говорит, а вас там восквернили. У вас все там бороше. Нет, конечно, да. Это по-дурацки. Должен быть месседж передаваться тому, кому он предназначен. И тот, кто он должен его как-то переварить и воспринять. Игра-оскорнение, это игра со двух сторон. Это не игра с эквизитом просто. Это именно игра в нанесении такого психологического удара. Смысл передачи, какого-то смысла, да, по второй стороне. Там вторая сторона, если она хочет в это играть, она подача мяча для игры дальнейшей. А если не хочет играть, ну, уже не заставит. Играть тогда. Поиграла одна сторона. Сколько времени у нас осталось? Варина, сейчас. Как быстро мы пробежались. Оскорняемые и оскорняющие должны находиться, по сути, в одном информационном поле. Смысловом, да, поле. То есть, получается, что бесполезно, условно, зажигать огонь в храме бога огня, для того, чтобы освобождать храм бога огня. Или наложить пучу в храме нургла. Нургла. И оскоренение не обязательно играть в оскоренение. Это религиозная игра. Можно тоже... Блин, адвокатский мяч, а у нургла. У меня есть этот порядок. Очевидно, да. Вымойте, вымойте. Вымойте, вычистите. Чистите, выкопайте. Перезалите. Техосвежители. Логик стилей. Карбонкой. Очевидно, в каждую религию прошито то, что в ней скверно и невозможно. То, что плохо. Надо разобрать магию, как работает магия, то религия. На чем расположено? Через какие магические действия можно послать шар к богу? Ну, то есть, по сути, есть у нас в каждой религии, если берем игру, закладывайте. Не обязательно даже религии. Может быть, политические акции оскоренить. Потому что власть тоже сакральная вещь. Можно ли говорить об осквернении, если нет религии? Можно. Есть сакральная. То есть, если в мурзолей зайти, там... Да, да, да. Любая эмоциональная привязка, по сути, порождает повод для осквернения. Осквернения, да. Потому что она говорит о том, что хорошо, а что плохо. Здание, изображение политических лиц. Здание государственных... Господи, это самое упорное. Ну, там флаг растомтает. Слушай, когда вырезали, извините меня, из газеток для определенных целей, вырезали реки вождей, чтобы не осквернить эти реки. Это на минуточку, минуточку. Говорите много о религиозном отношении к вождям. Бинго! В этом абсолютно отрицающем любые религии государства. Власти, 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 власти. Абсолютные культы, абсолютно сакральные отношения. Но, смотрите, как бы порвать флаг там или распоптать почти в любом государстве считается осквернением, хотя культа может быть... Это осквернение, это передача методов, но в осквернении. Сакрализация-то идёт всё равно. Да. То есть, как только мы устанавливаем, что у нас что-то хорошо, что-то плохо, у нас появляется то, что нужно это осквернение. Это всё равно форма культа, значит, присутствует в некотором формате культ государства, в любом там, в классическом европейском государстве, где угодно присутствует. Всё равно присутствует. Здесь шестер никакой фактической составляет. Не совсем в другом. Фактически в Европе как раз этого нет. У них происходила целая кампания весь XX век и начало XXI по десакрализации государства. Смотри, там другая история. Не бывает место пусто, как только убирают что-то с сакрального эста, встаёт что-то. Сейчас сакрализованы в таком случае в Европе либеральные ценности. И если ты их осквернил, вот и начинается. Это совершенно одна история. Это совершенно одна история. Скорее так, это скорее сейчас вырабатывается, мне кажется, как культ либеральной ценности, сейчас вырабатываются как культ и толеранты. Культ толеранты, против которых уже начинает возникать... Хорошо. Затем, например, в языке как-то проявляет, что нескорбируют, что достаточно толеранты и жертвы. Ты решишь морально порицаемому поступку тебе? Будет всё порицать тебя? Мне кажется, это ещё не осквернение. Осквернение от того, что священно. Пока нет. То есть, если у нас есть сакрализация... Если у нас идёт десакрализация, мы защищаемся от осквернений. По сути, десакрализация — это тоже магическое действие. Мне кажется, десакрализация, она как раз про то, что она не магическая. Именно. Это разрыв тебя и сакрального символа, чтобы нельзя было пнуть сакральный символ, пнуть тебя. Проблема в том, что у нас редко происходит десакрализация. У нас происходит пересакрализация на что-то другое. Потому что это свойство человеческой природы. Да, это тоже согласие. Да, потому что сакрализация связана с оцсами. Я обычно сталкиваюсь с вопросом. Сакральность связана с гораздо более усугивающими пластами. Чем эмоциями, она с эмоциями тоже связана. Нет, по-разному не идёт. Вы понимаете, что у тебя нет эмоций по этому поводу? Оно не будет для тебя сакральным. По факту. Ты можешь определять... Ну, господи, вера в Господь, помоги мне мне верю. У меня, может быть, внутри что-то... Хорошо, вы хотите, чтобы я вас помудрировал, да? Вообще, я в третьем всё рассказала, могу вас помудрировать. Ну да, и присоединяйся. И присоединяйся. И присоединяйся. Подсаживайся поближе. Да. Присоединяйся. У нас, короче, мы... Десакрализуй себя. Десакрализуй себя. Давай сюда, короче. Есть чай, есть чё-то покрепче. И, в принципе, мы готовы. Летели, да. Ну, давай так, это вопрос ещё, я просто не знаю, поскольку мы попозже пришли, обсуждали ли вы это, как проявляются некоторые реальные религиозные убеждения на играх, и есть ли там столкновения, потому что могут же быть там, например, реально неприятные какие-то истории на играх в соответствии с, например, тем, что не все игроки, к сожалению, например, разделяют свои пожизнёвые и игровые религиозные убеждения. Это я не очень понимаю. Например, смотри, могу рассказать пару историй. Например, Тин Кассаджанцы делали игру Рагнелёк не так несколько лет назад, и мы с друзьями ездили туда в монастырёк. И поскольку мастера хорошо знали, какие игроки могут заявиться на викингосов бодрых, они с ними очень хорошо ходили. Приходил такой большой радовер, 2 метра просто, к человеку, на котором он показал, и говорит, кажется, это пожизнёвый язычник. И он приходит и говорит, так, чувак, ты понимаешь, что мы играем в левую? Я говорю, да! Чувак, ты понимаешь, что, например, у нас будут игровые христиане? Да! Ты понимаешь, что не надо им по жизни пить морды и ломать руки-ноги? А чё такого? не надо им по жизни пить лома. До свидания! До свидания! А с христианом не приходилось аналогично? Да, я, в том случае, что хотел сказать. Пример просто встречалась, например, сталкивалась с такими рассказами об опыте львом, о том, что, ой, нет, в погребальном ритуале я не буду участвовать. Вот вам как бы тряпочек с моего костюма, вы над этой тряпочкой, пожалуйста, погребальный ритуал совершите Нина Давно. Кстати, интересно. О, это вот такое же. Я тоже на него взяла. Интересно. Это еще на суеверие немножко. Ну, этот человек, ему становится стрёмно. То есть теперь его погребают, то есть он считает, что это на него повлияет, ему повредит, понимаешь, это магическое впечатление в числе видео. Ритуал имеет для него значение. Вот, и второй, собственно, пример, вот Фил Дубле поможет. На игре Мхабхарта два года назад на Урале нам было очень тяжело. Мастера в какой-то момент выпули в следующую историю. Приезжает туда храм, который там договорился непосредственно с главмастером, а главмастер готов был пропустить все в радости и любви. И заезжает как бы храм Лакшми, и приходит мастер-бар. Туда за день до игры. За день до игры. Входит там под кладос, цветочки, все понятно. Входит, и к ней бегут и говорят, подожди, подожди, обувь сними. Мастер-бар спрашивает, в каком смысле, ковра тут не вижу чего-то. Ну это же храм обувь сними. Минуточку, говорит Вар. Игра для игры еще сутки. Ну у нас же пожизневый храм Лакшми. Вау. Я бы снял обувь, и таких игроков пришла, сука, на каждую игру. Нет. На каждую. Это было очень плохо потом. Потому что потом человек, который упал в религиозный экстаз, и высадил этим весь полигон. Чем? Он упал. Он впал в ступор. К нему прислали медиков. Медики говорят, типа, давайте колоть, короче, что там, ну, серьезная вот эта вот тема. Голоперидол. Нифига себе. Давайте колоть, голоперидол. Реально. То есть все. Видно, что человек уже все. У меня есть просто там пояснение, почему. Вот, собственно, это тебе. Ахмед. Нет. Смотри. А потом, она... Опять последний чемпион из этого стоит. Смотри. Нет. А потом она пришла в палатку, ее привезли, привели туда врачи, и только когда они зашли в палатку, она говорит, вы мне испортили ролевую игру вообще-то. И ведь да. И ведь да. Надо все-таки... Мы играем в ролевые игры. Мы играли в ролевые игры. И у всех есть свои какие-то униждения. Всегда там, как бы, про... Если вы играете в религию, всегда нужно вешать какие-то дисклеймеры и так далее. Это отдельно тебе предложено. Но. Вот, например, в чем может быть, например, фигня с храмом лакшми. Я принадлежу по жизни католической церкви. Если у них это пожизневый храм, и у них, например, меня, как игрока персонажа, когда я прихожу в этот храм, кормят, например, просадом, посвященный Богу, освященной едой. Если оказывается, что это, простите, по жизни проводимые обряды, и это по жизни, как бы, пожертвенный просад, это значит, как бы, идоложертвенная еда, что, например, является... Осквернение. Для меня, например, по жизни, осквернение. Например, я к тому, что, я понимаю восхищение тем, что это так, но люди у нас, правда, разных, придерживаются разных религий, конфессий и взглядов, и вот тут надо вешать вот такие дисклеймеры, потому что вот такие истории могут сейчас... Можно я договорю ту историю про эту женщину? Вот, собственно, короче говоря, в чем смысл? Понимаешь, человек по жизни, ну, как бы, пол пол полигона уже, короче, типа, ты вообще в порядке? Алло, типа, нет. Она отлично играет. Нет, это не то, это не то же самое, понимаешь? Человека нету, вот, типа, разграничения, где он играет, где он не играет, где он не играет, где он не играет. Да, в случае, когда бы ей стали колонить Галаперидол, она бы дала понять всем, что она играет, а она не дала понять. Поэтому это, как бы, действительно, перекинуло. Я что хотела сказать, аналогично, ну, в одной аналогичной ситуации удалось избежать, наверное, за Джайпура, за год Кабхарды, потому что, да, пытались заявиться именно что, по-моему, Крашнаиды, и от них не без труда отпинались мастера, потому что они не понимали разницы между игрой и пожизнёком. По-моему, они к нам тоже ломились. Невозможно. Ну, короче, мне прям интересно, как бы они играли, честно. Хреново. На самом деле, мой ответ здесь в том, что для того, чтобы не было падение пожизнёвое некоторое вот эти вот вещи, нужно очень сильно сразу проявить дисклеймеры. Просто там, как бы, это близкая тема, потому что там с друзьями сделали в количестве некоторых игр с активным религиозным компонентом и про религию, и там каждый раз вставало там в большом количестве вопросов, например. Вот именно по этому поводу. Потому что, если, например, вы играете в христианскую религию, где есть таинство, и на игре у вас это есть, то нужно сделать с этими таинствами так, проконсультировавшись с специалистами или ставами, нужно сделать так, чтобы в этом не было как раз там оскверняющего элементов жизни ни для одного христианина. Смотри. Это интересный вопрос. Если ты таинство проводишь правильно, как надо, кто-то хочет иметь царского тела, короче, ай, хрен, все нормально, все правильно. Что, типа все в порядке? Нет, если ты проводишь таинство, спасибо, правильно, вот. Тоже правильно. А имеешь ли ты право его проводить в тот момент? Нет, причем это проводить. Потому что таинство совершать может только рукоположное свечение. Нет, безусловно, если ты не рукоположное свечение провожаешь, то это игра. Если не со всякой на игре, а рукоположил, то тот, кто имеет право по жизни тебя рукоположить, то зачем ты начинаешь этим заниматься? У нас тогда на Иерусалим ездили, у нас, собственно, католикосом был проженен министром в католической церкви. А, я уже знаю. Григорий Карпов. Вот он, финальные формулы он никогда не произносил. Да. Потому что он произносил. Потому что все остальное, это текст с текстом, все хорошо, но вот именно эти формулы финальные он не произносил, и поэтому вроде бы тогда... Не завершал ритуал. Да, то есть вроде бы атмосфера вся есть. Я бы как раз и хотела спросить этот способ, как же, если правильно проведешь обряд, ты можешь оскорбить тех, кто там не этой религии, а если не правильно, то тех, кто вот этой религии, тем, что их обряд испортили, исковеркали или еще что-нибудь. То есть вот без финальные формулы это вот расследование? Нет, смотри, есть принципиальные формулы, в которых есть меса. Ну, допустим, меса в католичестве, там просто, ну, в принципе, литургия. Состоит из двух частей. Литургия слова, литургия евхаристии. Литургия слова, там только читается Евангелие, ну, разные куски из Писания и так далее. В этом нет вообще ничего сверхсакрального, что нельзя делать и нельзя отыгрывать. Она там может полностью сохраниться. А литургия евхаристии, там есть ряд молитв, которые именно заточены, ряд формулировок, которые заточены под то, что если их произносит священник, совершается присуществление. И, в принципе, произнесение этих формулировок без права на них, в принципе, является, ну, неправильным. То есть, даже если ты считаешь, что ты атеист, например, и тебе плевать, то тут у нас все-таки действует общественный договор, да, который там, как бы, ну, я, например, там, если с таким столкнусь на ролевой игре, я не побегу там никому бить морду, но я просто не буду в этом участвовать. Скорее всего, найду себе игровую причину и выйду. Но просто это реально очень просто решается. Никогда там, изъятием некоторых формулировок именно про схождение духа, про присуществление, и никогда не называнием, там, тех печенек, которые у вас есть, никогда и вина не телом, не кровью, а только вином и хлебом. Выдуманный сеттинг, с выдуманной религией. А это просто разные, это просто разные, да, вещи. Да, в русалике, если вы начнете верить в левый кед, то это, наверное, неправильно. Да, да, а просто сеттингом. Выдуманной религии как раз у них хорошо в том, что ты, как-то, да. Ну, а вот у нас, конечно, макаронного воздуха, да. Ну, кроме, там, ну, может, макаронного воздуха, да, есть. Что дети являются? То есть, кстати, вообще, по-моему, с воспоминением. Самоформен, корпус Кристина являются или нет? Сейчас, пожалуйста. Да, слушайте, у меня просто прикольный случай вспомнился на «Ари Глорис», было интересно вообще. Я там мастерила, и сейчас в какой-то момент, ну, мы там все дико угорели, там же был мистический пласт, о котором не позазревали большая часть игроков. И, типа, там, в итоге, истили, 8 человек, что ли, прям мрачно в это все упоролись, там, делали какие-то адские ритуалы, в общем, куча всего. Там, микрономикон был натуральный, огромная вот такая вот тамина. Значит, но в какой-то момент, типа, так или иначе, короче, выпустили Иисуса. Господи! Да, реально, то есть, типа, воскресшего. Так, короче, игроки сказали, мы вам не верим, это неисус. Это Реглорис, да? Это Реглорис, Реглорис, точно. Хорошо, просто аналогичный совершенно случай. Да? Принять. Ну, вот, игроки сказали, не, я не верю, иди сюда. Аналогичный совершенно случай, игра Дуэнда, 2010 год, Испания, там, Инквизиция и так далее. Мы с друзьями ездили в домиканским монастырем, собственно, Инквизиции. И в какой-то момент мастера воскресили юношу, которого там Морана и Мориски распяли на кресте и рассказали ему, что он, как бы, Иисус и должен теперь прийти и принести Третий Завет. Мы не были в курсе, что эту ересь юноши навесили мастерам. Поэтому, когда мы как домиканцы встретили этого, его послушали убедительность, именозность его речей, а также его новоявленных апостолов, то, в принципе, через некоторое время это закончилось в передаче светским властям и костром. Потом мастера очень нас обиделись, но мы даже ничего не ожидали. Нормально, нормально, все правильно сделали. Как еще, как еще? Все правильно сделали? Я даже считаю, что если у тебя настоящее пришествие Второе Христа, то у тебя конец света не загорает. Да, вы лучше не верите. Там все не звучит. Помнишь, опять-таки, в Иерусалиме, когда то ли саранча, что ли, началась? И Димка Поликар говорит, так, мне этого мастера не говорили, поэтому вся Армения в это не верит. Кто будет верить, будет армянская инквизиция. Еще раз. Как это на играх реализовывать? Я, честно говоря, не знаю. Проще всего общественного договора. Типа, ребята, для кого из вас это оскорбительно? Ну, как бы это сказать? Тут два варианта. Я, как, простите, агностик, но, так сказать, сказал бы, друзья, это ролевая игра. Мы не стремимся оскорбить вашу религию, поэтому, простите, но сожмите булки и терпите. Просто вопрос выбор, ехать, не ехать, и все. Просто нужно информировать сразу. То есть, я реально, никто не хочет оскорбить вашу религию. Если это случайно где-то произошло, да, там, дозачитали формулу, еще раз говорю. Является ли оскорбительно сама формула корпус Кристи? Вот тебе дают причинку со словами корпус Кристи? Возьмёшь ты или нет? Что нужно дочитать до этого, чтобы это стало присуществлением настоящего? Смотри, для меня не очень приемлемо название как бы телом Христом того, что им не является. То есть, это форма является завершающей? Или что? Я бы потерялся, короче. Ну, смотри, это вопрос, смотри, это просто, если игра является, если там, христианство некоторым образом является одним из фокусов игры, ну, хотя бы как-то, в смысле, там, это имеет, что... Каждая старая, игра лестницей в ней. Да, нет, ну, смотри, что вы имеете не просто, у вас там, не знаю, у вас там, короткая игра, где бродят монахи, в принципе, ничем кроме игровой исповеди, которая является отличным игровым инструментом коммуникации, у вас нет, у меня тут там мес и все, вот этого, то на это просто забиваем и все. А если это настолько масштабная игра, то, что там это есть, то я считаю, что там так же, как если, не знаю, там, вот, про мусульман тоже делать большую игру, там, не важно, про какую-то такую религию, про консультацию, я считаю, что правильным для мастерской группы является консультацией со специалистом в этой области. Ну, это было не проще, когда у нас миры вымышленные, потому что там реально просто достаточно расписать, что для каждой религии хорошо, что плохо, соответственно, там, если вы хотите сделать другой религии плохо, сделайте это вот так, это, скорее всего, будет для них красным флагом, на который они среагируют. Ну, это довольно договор с той стороны, что они себя поняли. Ну, это культурные входы просто. Ну, просто тут сильно проще, потому что они переезжают по по жизнему. А если мы имеем по жизнему, то вопрос просто по договоренности к заранее, что мы не лезем вот дальше вот того-то, и объявляем это сильно заранее, чтобы... Ну, на том, чтобы в Иерусалиме были правила по осквернению, насколько я помню. Да, там, типа, нужно было сорвать символ с самого храма. Что нужно снять символ с храма, но при этом просили, например, не рвать пожизнёвые библии, которые там лежат, короче. Ну, потому что они по жизнему были, знаешь, что это числые движения. Если правил, то они как бы общаются в формализм, и игроки не понимают, что как бы смысл за этим. Они просто как бы механически это правило выполняют и теряют смысл. Ну, это понятно. В смысле, потом нету переживания. Ну, при консультации даже, кстати, со специалистом для изменения, говорят, всегда может возникнуть такая ситуация, что по мнению вот этого специалиста, вот изъятие вот этой формулы, там, всё, вот это, ок, никого не оскорбит. А оскорбляющиеся, оскверняющиеся игроки могут не быть специалистами и иметь другое мнение, потому что им не оскверлено. Ну, разговор, а умуникация. А это нужно увешивать заранее, чтобы те, кто читает для себя это осквернение, туда, в принципе, не поют. Да, но насколько заранее, потому что мастерская команда не может знать, какой именно текст молитвы решат зачитать вот эти игроки, отыгрывающие вот эту религию. Эти игроки могут ещё сами этого заранее не найти. Это уже выяснение прямо в поле, тем более, что если религия сильно в фокусе игры, то на роли священников, всяких мудрецов, раввинов и так далее, очевидно, нужно приглашать людей, которые хотя бы погрузят бригаду подготовиться. Если мы берем игру, какую функцию в игре она выполняет? То есть, можно это чисто эмоциональную, в виде конфликта между разными конфессиями, религиями и прочим, то вопрос просто по повышению жертвов. Когда игроков обращается, что ты этим хочешь достигнуть этой акции? Если у нас есть неосквернённый храм, значит, у нас работники пасутся. Если у нас храм сквернён, значит, они не пасутся. А если повалились, то еще и в два раза больше пасутся. А в нечисть играли, а в неосквернённый ходят, а в неосквернённый не ходят. То есть, вопрос того, насколько оно еще нуждается в отражении модели. Ну, а у игрока, конечно, это еще хочет сделать. Тут, конечно же, еще тоже вопрос, понимаешь, тоже мотивация. Потому что, может быть, я хочу пойти, не знаю, там, осквернить мечеть, потому что я упоротый христианин-крестоносец, и меня бесит... Сама кто-ли-за. А еще нет, это дослама, да, сама идея. Или я хочу пойти осквернить мечеть, потому что ее мула, там, не знаю, мой бывший друг, и у меня жену убил, я его не знаю. А еще, я хочу осквернить его храм, потому что он вдруг не хочет, чтобы он во что-то поиграл. О-о-о! Это мета-игровая. Это уже, да, бабка за дедку, а дедка за репа, очень нравится. Но вообще, да, первенцоверозzinho. Отпускай мой религиозный персонаж сегодня будет чуть более религиозным и неадекватным. Я говорю, обосноваться чем-то над персонажем, это реально дело вовремя. Нужно просто так, чтобы все-таки да, не получилось совсем как-то. Вот еще вопрос, получается, договор. Договор и четкого объявления. Мне кажется, с придуманными религиями. Еще раз вернусь к этому вопросу. Так как обо всем не договоришься, то я всегда прошу людей, для которых это все-таки несет эмоциональную нагрузку, либо четко в самом начале еще действия, когда еще не ломают один другим ролевую игру, выйти из этого действия, либо сжать руки и потерпеть. Это ролевая игра, это не имеет отношения к жизни, давайте честно. Помните об этом при всей ролевой истерике, которую я могу закатить, я не перехожу в каких-то рамах, например, физического контакта. То есть я могу человек трясти за грудки, но я не пью лицом об стену. Я могу на человека вопить брызгой слюной, но я не перехожу какую-то границу, после которой мы подеремся с ним по жизни абсолютно. Точно так же, как бы, отверняя, я, простите, несу на алтаре священника по жизни. Я его принуждаю, не знаю, на обстанье. Вот на марте, да. Я могу какие-то игровые, глядя, что это игровые. В общении нет ничего. А еще очень сильно помогает, конечно, когда кто-то играет с друзьями, потому что ты точно всегда знаешь грань. То есть если, например, там, я не знаю, вот так же, как тут же с этим самым, с физическим контактом тоже так же. Если я играю со своим другом, я точно знаю, что если мы сейчас спорим, я ему, например, заеду по лицу чисто технически, он точно не обидится и все будет в порядке. Но зато будет очень там, да. Вот так же, как и вот с вот этими вещами, на том же Рагнаке, собственно, служим Мумесу, входит к нам Аджантис, один из, значит, величайших викингов. Входит, он к нам, значит, с своим виком вкатывается, подходит, садится на алтаре, отхлёбывает, значит, из чаши. Отлично, очень много ролеводников. Аджантис супер. Никаких там божественных вопросов нет. Игровой звено, игровой алтарь, всё ок. Хорошо поговорили, спасибо. 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 Ага. Ага. Показать? Ага. Показать? Вообще при этом. Окошко надо открыть. Да, да, да. Оно открыть? Нет? Да. Ну, это так. Выглядит как не открыть. Да смотри, есть это, бумажное. Да. Да. Можно рисовать. Ух ты, вот. Прямо как корсары. Да, корсары много изрисовал, а потом запрещал, когда ещё что-нибудь писать. Это в другой. Скрижали. Только в соседней, да, здесь нет артефакта. Скрижали, корсары. Надо открыть дверь, который проветрит. Тема, откроешь? А у вторых? А у вторых? А у вторых? Так. Нормально. Короче, сейчас опять закрой, а цепляй. Я не хочу её держать. Ну да. Открой нормально. Тема, на тебе всё держится. Девочка, открою дверь и открой. Так, ещё посмотрим. Привет! Такие белые сапожки. Пап пришёл нас внезапно посетить. У меня с семинаров шансов. Колит? Колит вообще, скажи. Это был офигенный семинар. Конечно. Колит. Я так понял, там тренд весь был того, что может или не, может колоть. Нет. Я действительно, как это вот, побывал в будущем, потому что он рассказал мне о интересных материалах, используемых ещё в Советском Союзе совсем для другого. Поставь ведро. У нас по-лаут. О, по-лаут, давайте. 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 Посмотрим, подождём немножко. Может, мы подаем пять минут. А ты, Смай, можешь среди дать слово. А вот сейчас мы дадим слово. А, кстати, дайте слово, пацаны. Как вот, значит, прошлый раз отжигал. К целому сурту расскажут. В текущих условиях... А можно частично? Мы можем заслушать сурта, он нам расскажет впечатление. Знаешь, а мы все таки записываем. О, расскажу я из палатки. У нас единственный клиент сбежал. Потому что я пришёл. Так сказать. Идём. Ау. Идём. Мы тут подумали с Энджи. Так. И решили за тебя. Тут же есть качалка. Мы это уже вчера обсуждали. Ну, кстати, да. Завтра мы пойдём в качалку. А мы завтра не едем. В смысле? А вы же в этот едете завтра? В аквапарк. Да. Сначала качалку, а потом... Большие планы. Здравствуйте. Пал-аут. Презентация, да? Да. Ну, пока. Как-то ждём.